привет мы любимые слушатели давайте посмотрим сегодня такую тему расклада лицемер в твоем окружении кто этот человек посмотрим так я сделаю 4 варианта 4 человека и на каждой вода описание чтобы вы понимали в вашем окружении такой человек да может быть работа и даже и не подозревали как говорится да не думали как говорится не гадали и вот скроется какой-то лицемер о котором даже не думали так ну что поехали вариант номер один так тут лицемер какой-то человек что ты себе представляешь любитель знаете поболтать любит поговорить может быть любит сплетни послушать любит может быть знаете к себе так расположить любым разговором либо знаете так легко входит в контакт с людьми то есть достаточно дипломатично может быть располагает себе острый язык может быть любит новости в центре новостей быть иногда заставляет себя общаться то есть нет желания общаться а хочу а надо у этого человека либо слабое здоровье либо этот человек обладает какой-то зависимостью может быть кредиты может быть на таблетках каких-то сидит да там транквилизаторы не знаю нужно денежка попивает на самом деле человек депрессовый ему кажется что его недооценивают как-то свои проблемы я почему-то должен решать сам а рядом никого нету как-то несправедливо считают такое отношение как на самом деле к вам относится почему-то карты тяжелое здесь отношения на самом деле непростое к вам считаю что вы человеку которого есть все может быть с неба до с воздуха упала нарисовалась вы никакого усилия не прикладывали вы человек который конфликте риски бываете не сдержаны тоже может быть показывать свое настроение что не хотите общаться вообще считают чтобы человек который знаю с которым вот я не знаю почему такое отношение могу понять что-то между вами произошло что меня почему-то здесь идет то что че как будто бы вас ненавидит что что-то произошло между вами может вспомнить ситуация когда человек после этого вообще поменял к вам свое отношение долгое время пребывал в депрессии и не понимал что ему делать в чем-то вас обвиняет но считает что вы легко выкрутились потому что вы умеете выйти из любой ситуации может быть вам мама помогает сестра бабушка на вашей стороне странно так хорошо тогда раз такое дело покажите что такое да причина лицемерия что произошло конкретно ситуация какая что человек так относится к вам на что произошло какая причина почему почему что это такое короче говоря если вы встречались и допустим были друзьями партнерами на но тут как бы сложно сказать дружба нивы и либо вы любовники здесь в человек в любом случае был вхож вашу семью он к вам домой приходит приходил он знает ваших близких может быть общается с вашей близкой родственницы хорошие отношения с ней здесь как будто бы роль сыграли либо документы либо какое-то известие которое пошатнула веру вас которая что-то разрушила и человек сначала не понял и отрицал и не мог смириться и пытался все таки как-то это все понять принять такое чувство что не получилось короче причина в том что в прошлом либо неожиданно узнал какие-то известия либо что-то связано с документами и это пошатнуло веру вас то есть человек не мог это принять и отказывается с вами иметь какие-то общие дела общие цели общие задачи все закрылся не хочу делиться не хочу деньгами помогать не хочу участвовать все человек полностью закрылся и для себя сделал вывод что что стоп да здесь никаких дел больше и нить не буду что с тобой делать нет не так спрошу что хочешь тогда вот общаемся лицемерие добиваешься чего что ты хочешь да общаешься лицемерие что вы что чтобы проучить по итогу ты чё хочешь к чему ешь выжидает время человек выжидает время причем он никому не рассказывает никто не знает что у него на душе человек не посвящает никого он выжидает время и он копит какую-то информацию за вас он с вами общается чтобы как можно больше собрать каких-то может быть аргументов каких-то разговоров которым потом пригодятся какие-то знания за вас вот поэтому он с вами общается он готовится потому что здесь он идет к тому чтобы вас проучить а это хочет сделать неожиданно здесь он с вами вроде как общается вроде как вы общие какие-то может быть не знаю друзья там у вас подружки делают это все спокойно да может быть даже подарки дарит ведет себя может быть дружелюбно но это только для того чтобы собрать побольше много сведений ждет какой-то момент так что это может быть если вы работаете вместе он вас подставит перед начальством он эти все документы аргументы информацию всю сольет причем по порядку по списочку как говорится сделать это неожиданно и будет наблюдать со стороны как вы выкрутитесь а сам уйдет в тень типа это не я и как ты мог про меня подумать либо если вы не работаете вместе да допустим это ваш какой-то друг важный либо у кого-то это муж подставит вас прямо все расскажет за вас то есть здесь именно речь о том чтобы это вывалить и опорочить вас перед каким-то важным человеком и когда у вас все разрушится стоять со стороны и смотреть ну типа как ты выкрутишься да но сделать это так чтобы до него даже не подумали да здесь склонированная акция против вас и и как змея знаете в траве ждет час так что делать вам что вот этим человеком то делать как допустим проучить или как выйти из этого состояния они говорят здесь во первых вам надо поговорить с какой-то женщиной она через нее действует здесь не напрямую с одной стороны вам надо посоветоваться с и с женщиной и с мужчиной которые друзья которые можете доверять которые точно про вас ничего не расскажут и действовать через них особенно через женщину неожиданно разрушить вот этот вот это спокойствие да разрушить вот это общение как это сказать стабильность вот эту разрушить вы должны не в одиночеству а как будто бы рядом с вами должен быть и мужчина и женщина и неожиданно действовать это может быть конфликт в любом случае спонтанность здесь нужна где вы можете эту тайну какую-то вывалить и здесь будет не то что война здесь будет не конфликт здесь будет как будто бы перепалка каждый каждый показывает себя да кто сильнее кто лучше женщина здесь поставит точку будто бы она этого человека уберет не вы его уберете а женщина как будто уберет ваш человек будет как изгой показывает в общем ситуацию такую что напрямую не надо да а подключаете можете посоветоваться с мужиком но действовать через женщину которая ситуацию просто может быть знаете как подготовит почву как-то или подсказку какую-то даст может быть она за этого человека какую-то другую тайну знает какие-то другие сведения да которые вам эта тайна может помочь и когда вы с этим человеком лицемером встретитесь то неожиданно вот это все может произойти вот это перепалка где каждый свои да высказывает мнение и по итогу она его так отправит в закат и он почувствует себя проигравшим вот карта выпадает на вашего лицемера человек готовится и вы ему помогаете в этом даете какие-то сведения за себя если вы этого человека узнали да то надо предпринять какие-то меры и этого человека из своего окружения убрать так хорошо вариант номер два да кто лицемер в твоем окружении почему так лицемер кто ты что за человек как к вам относится короче говоря здесь у нас пришел человек который любит денежки любит очень может знаете копить деньги на то чтобы поехать в путешествие или допустим купить квартиру переехать куда-то человек у которого есть цель и деньги он собирает под эти цели всегда знаете перед выбором все время думает как поступить так или и так ну показывает что человек может быть острым на язык к себе как бы знаете не любит отношения такого хамского допустим или чтобы его превосходили ему хочется быть выше всех ему хочется ставить на место как-то вот человек который считает себя опасным врагом и играет только по своим правилам в некоторых случаях этот человек действительно может быть знаете какой-то обладает зависимостью может быть игрок да игроман либо допустим любитель набрать кредитов все мне нужна какая-то зависимость либо в зависимых каких-то отношениях которые никак не может прекратить к вам относятся считают что вы человек семейный вы тоже у вас как-то знаете энергия схожа вы друг друга можете слышать потому что вы как-то оба на себе заточены и можете тоже как-то словами на место поставить бошку то вы быстро откусите вы человек который не церемонится считает что вы либо не показываете своих эмоций у вас просто это ну как бы не заложено либо вы человек который не любит давать в долг например не особо вы щедрые считают что вы можете если допустим что-то узнаете какую-то информацию поставить точку и вопреки всему разойтись но будете мучиться страдать почему мнение такое мнение больше идет о том что он с вами конкурирует какая-то конкуренция к вам так а почему лицемерто причина то в чем почему такое лицемерное отношение что-то вам не прощает что-то есть такое а причина в чем вот этого лицемерного отношения причина либо вы брат и сестра да вот родственники потому что какая-то семейная история идет либо вы что-то такое какая-то семейная история больше идет потому что здесь причина в том что как он считает предательство со стороны близкой родственницы какая-то подлость которая открыла глаза на отношения и человек почувствовал себя в дураках может быть она какую-то может быть юристу сходила или как-то повлияла эта близкая родственница на мужчину важного и и и вскрылся какой-то факт что человек почувствуется в дураках почему да что думает делать почему все-таки лицемерит вот что все-таки думает какая-то ерунда он мечтает больше тут какие-то мечты мечты вот он знаете вот этот вот загаданный лицемер он в мечтах как с вами поступить у него толком какие-то фантазии что ли первое это куда-то уехать переехать и оттуда с расстояния по вам ударить как-то по деньгам может быть по доходам по работе долбануть то есть чтобы вы не были близко да чтобы не прибежали и бошку не откусили надо куда-то спрятаться сначала а потом по вам ударить и вот он думает как это сделать какие-то больше фантазии идут не может простить он но началось все с предательства какой-то близкой женщины обвиняют ее что вскрылся какие-то факты вскрылись где он почувствует себя в дураках короче хорошо а вот а если не мечты да допустим а если по факту что человек может сделать да вот его это лицемерие чем может быть навредить конкретно что может сделать а не то что он мечтает что по итогу получит если будет если все оставить как есть по итогу что он может получить почему-то мне здесь идет либо любовь люди друг друга любят либо тема треугольников потому что в шоке он в шоке может быть не его выбирают а кого-то другого и он в шоке от этого он считает что это обман и он не согласен с этим не согласен и опять и вот все вокруг какой-то близкой родственницы кто она мама себя сестра теща свекровь какая-то баба и вот все встречаться и надо что-то разговаривать и договариваться и разговаривать по поводу прошлого все что с прошлого и это все вывалить этой бабе женщине все сказать короче говоря по итогу что он сделает по шлицемер здесь показывают что у него план вообще план разрушить какую-то женщину либо она любовница либо она стоит на пути может быть это вы женщина какую-то женщину разрушить такой вот план разрушить но пока не знает как либо испортить ей жизнь либо разрушить все что ее окружает имидж например и сделать это как-то надо а он не знает мозгов нет он будет это делать этот лицемер но как будто бы по наитию что ли по ходу пьесы и будет шажочками как-то все делать тут обида какая-то что выиграет либо на него либо вскрылась какая-то ложь которую просто не может никак принять простить так ну хорошо что допустим делать вам вам надо поговорить с каким-то человеком в вашей семье поговорить именно семейная какая-то история здесь потому что здесь вы можете найти решение вам мужчина может помочь семье найти решение как быть надо сделать какое-то предложение такое незамысловатое легкое но пригласить допустим на праздник и какие-то аргументы документы предъявить что-то что-то сказать но это надо сделать именно в семье через семью в каком-то празднике и здесь должно быть знаете состояние что вы должны спокойно поговорить если вы хотите разговаривать то поговорить и здесь вы должны здесь по итогу вы разойдетесь этот человек либо уйдет либо переедет куда-то но держать его будет почему-то показывают держать его будет в руках как в кулаке какая-то баба мощно будет держать его несмотря то что человек уедет если допустим разговаривать вы не хотите тогда показать этому человеку что он одинок и он никому не интересен и все его доводы мысли и аргументы это только его проблема вот бери это все и вали отсюда да тебе тут никто собственно не собирается тут песни тебе петь тут показывают что вы по итогу разъедетесь не понимаю почему здесь главную роль играет мужчина может быть мужчина здесь у нас лицемер а может быть мужчина поставил точку да он завершит все так ладно вариант номер 3 интересная карта выпала она редко выпадает такая многогранная интересная она больше описывает характер человека в одной карте можно сказать о человеке все редко выпадает у меня посмотрим почему она выпала да ваш лицемер кто он кто ты что ты что ты себя представляешь какой ты человек так так как он отнесется так смотрите ваш лицемер которого вот третий вариант загадали здесь пришел человек который достаточно семейный семейный щедрый дипломатичный иногда скупные эмоции депрессовы периодически в депрессии впадает меланхолия но любитель знаете поговорить пообщаться глядя в глаза что-то мало информации просто показывает что умеет язык подвешен умеет разговаривать переговорить но семейный как вам относится считают что вы человек очень справедливый вы человек портовый вам даже везет если вы водите машину то считают что очень хорошо у вас получается но вы человек который легко можете пойти на конфликт вы человек думчивый размышляете много умеете ставить точку и сказать стоп так хорошо почему лицемер все таки да то есть вот это лицемерное отношение что послужило причиной и далее что к чему что не понравилось что не понравилось понравилось тут ситуация какая-то знаете я бы не сказала что какая-то роковая больше похоже на обиду то что было решение какое-то да человек защищал себя свою собственность свои границы и делал это как мог кто это делал не могу понять решение что я больше не поведусь и вы все там где ты где хочешь да вот ты где хочешь будь а меня не трогай теперь каждый за себя сам потому что здесь как будто бы пришлось или защищаться или как-то защищать себя свою собственность что-то свое защищать было решение что я больше так не хочу потому что еле-еле нашу выход теперь я один теперь я манипулятор теперь я буду кукловод а ты марионетка и каждый за себя почему-то как будто кусок вырвали и мне этот кусок показывают а пред этим не показали почувствовал себя дураком как будто его унизили и дураком себя почувствовал среди людей как будто людей много мужчина женщины какие-то и почувствовать себя в дураках перед этими людьми и почему-то показывают деньги унизительно либо действительно приходилось защищать себя свое и больше не хочу так и хочу теперь по-другому но общаться с тобой как-то на расстоянии в дураках себя почувствовал при каких-то людях связано что-то с деньгами может быть тайну какую-то вы рассказали про этого человека и поставили тем самым его в такое положение так и почему что будет делать что хочет почему вот с вами общаются что вы что какая действие там что будет делать цель какая вот он в нас переоделся теперь из дурака переоделся в манипулятора кукловод человек который теперь все берет в свои руки и ситуацию и будет ее подминать под себя вести себя будет мирно демонстрировать мир у кого-то здесь идет мирное отношение к детям к ребенку будет показывать силу демонстрировать свое спокойствие как бы все под контролем но в то же время будет понимать что это не так поднимать что это просто маска а что делать не знает в ловушке как будто бы и не знает что делать будет думать так остановка думаем что делать как будто вы сильнее Где-то вы его переигрываете И он иногда понимает, что он слабее И опять остановка, и опять сидим, думаем, что делать Опять в жертвах Ему не нравится, что вы его как-то обставляете Все время он чувствует себя То и в дураках, то и в жертвах И как-то вы его переигрываете И это его все время, знаете, как раскачивает Маятник, лодку вот эту Раскачивает, раскачивает И он все время не знает, как поступить Его раздражает, бесит, что вы его переиграете Вы сильнее его Он вроде так, а вы его так обставите. Он тут манипулятор, а вы его как ребенка. То есть ему это не нравится. И он себя ведет лицемерно, потому что он не знает, что, собственно, я так понимаю, что он сам-то и хочет. Что-то хочет вас, видимо, проучить. Ну, я тебя проучу. А что-то не получается. И все время в разумышлениях, как поступить, что делать. Он будет, я поняла, у него итог, короче, к чему он идет. Он хочет этим людям важным показать, что надо ему верить, что все не так, как они думают. Чтобы они ему поверили и реабилитироваться. Но что-то как-то путь какой-то тернистый. Я теперь поняла, почему вот эта карта выпадает. Потому что ваш, как его зовут? Лицемер, да? Человек, который пришел к нам, лицемер. Потому что этот человек слышит только себя. Эта карта говорит о том, что человек у нас заточен только на своих инстинктах, на своих желаниях, только на себе. Он кроме себя ничего не видит. Но здесь нарисован человечек, который в дудку дует, да? И глаза закрыты. Потому что я слышу только свой голос, только себя. Пою свои песни на своей волне. Ему очень, может быть, сложно отождествлять себя с другими. Он не умеет понимать других людей. Поэтому из него маг, ну, это, конечно, никак. Он больше шут, чем маг. Ну, правильно, дурак. Так, что делать вам? Так, чтобы этого человека переиграть, что делать? Я такое чувствую, что я смотрю, знаете, вот лицемер какой-то у вас, он какой-то человек недалекий. Он реально либо, как это сказать, вот заложник, как родители, да, не научили. Человек просто по-другому мыслить не может. Либо здесь человек просто сам слаб, сам слаб и еще действительно жертва. Ну, почему-то на него дураки выпадают. У меня везде под рука ваш лицемер. Смотрите, что делать вам? Подумайте. Подумайте, почему-то показывают что-то связанное с недвижимостью. Чтобы не оказаться в жертвах и не проиграть, подумать надо очень так тщательно. Первое, да, подумать, почему-то про недвижимость. Второе, о счастье ребенка. Не понимаю, почему тут дети, почему недвижимость. Ну, раз показывают, значит, должна это озвучить. Вы должны здесь быть сильнее. Все в свои руки. Все у вас получится. В себе сомневаться здесь нельзя. Здесь единственное, надо тщательно все взвесить. Что с этим лицемером делать? Показывают. Он заложник какой-то своей программы. Он решил, что вы ему читаемый, да, может вас там перепрыгнуть. Они показывают, что здесь ответом может быть ваша интрига. Вы должны какую-то интригу создать, ловушку для него, которая совершенно неожиданно и разобьет его пух и впрах, окончательно, бесповоротно перед каким-то важным человеком. Причем вы это можете сделать, ничего не надо говорить, а как будто через вести, новости, письмо этот человек узнает об этом, то, что ваш враг, ваш лицемер, да, ну, такой-то, такой-то, да, вот, вскрыть его в одногоднюю. Но здесь не обойдется без интриги, только через интриги. Вы должны его обставить и не стандартным методом. А важный мужчина об этом узнает. Я не понимаю, что я увидела, потому что я так и не поняла, какие между вами отношения. То ли вы друзья, то ли вы вместе работаете, но больше похоже на работу, потому что людей много и почему-то здесь человек падает в авторитете, как будто бы пытается из трусов выпрыгнуть, что-то доказать. А мозгов-то не хватает или компетенции не хватает, потому что показывают человек у нас, который только на себе заточен и дальше своего носа не видит. Он сам враг себе, да, он сам себе портит, портит жизни, отношения, что ли. Ну, еще одна карта тяжелая, четвертый вариант, тяжелая карта, очень. Я ее в конце озвучу. Так, лицемеры в вашем окружении, кто этот человек? Кто ты? Что ты? Как вам относятся? Слушайте, четвертый вариант. У вас человек очень многогранный. Во-первых, он долго размышляет, он долго думает, никогда не действует спонталовик. У человека хороший стратег, у него все расписано в голове, план выстроен. Если что-то он начинает делать, то он сначала продумает тактику. Почему? Потому что он может действовать через интриги, подставы, предательство, подлость. Человек может распускать сплетни, умеет идти на конфликт. И чтобы, допустим, какого-то человека на место поставить, он долго думает, но тактика у него, как у кобры, да, вот раз и схватил. То есть ему надо быть победителем, он не любит проигрывать. Человек вообще не чувствует других людей. У него холодное сердце. Тут либо сердце разбито давным-давно, да, и человек не умеет любить или чувствовать, либо просто он такой и есть по натуре. Как вам относится? Считают, что он вас не может прощупать, потому что вы как ускользаете, вы от него независимы, на вас повлиять невозможно. Вы как будто бы как-то отгораживаетесь, либо вам пофиг, да, что человек вообще фонит, что говорит. Считают, что вы человек, у которого всегда есть какие-то идеи, планы. Вы человек, у которого есть недвижимость, твердо стоите на ногах. Вы очень симпатичны, внешны. Если вы мужчина, то вы симпатичны многим женщинам, может быть, даже любитель женщин такой, красавчик. А если вы женщина, да, то считают, что от вас мужики просто без ума, нравитесь очень. Но также считают, что вам важно мнение других людей. Считают, что вы, либо считаете, что вам люди верят, и вы им истинно в последней инстанции, либо он считает, что вы ему верите, да. Хочется, чтобы вы слушались. Так, хорошо, лицемер. Почему ты лицемер? В чем причина, в чем беда? Почему ты лицемер? Что послужило основной отправной точкой вот этого лицемерия? Так. И дальше что? К чему все это привело? Какие-то претензии, претензии, претензии. Чего обидела-то тебя? Что тебя вот прям заставило так себя вести? Задела, может быть, что-то. Вспомните прошлое. Показывают на прошлое, надо посмотреть. Либо общие дела у вас были, либо что-то общее вас объединяло, что-то. Хотя изначально все началось как-то потяжелое, либо не понравились друг другу, либо приходилось общаться через «не могу», но что-то объединяло. И либо вы узнали, да, про какие-то деньги, либо этот человек про вас узнал дополнительный доход. И эти деньги дают возможность быть независимым, двигаться как-то, жить как я хочу. Не понимаю. Претендовал, что ли, на ваш доход или что? Или надеялся, что вы как-то по деньгам будете помогать? Не знаю. Известие. Может быть, поехать куда-то и заработать. Это вот в прошлом касательно. Сейчас был какой-то праздник, где что-то было разрушено. И непонимание, что делать. Зависла программа. И сразу в голове два факта. Вот у этого лицемера сразу два факта. Что-то случилось на празднике, и человек сразу же понял, так, первое – это недвижимость, а второе – это ребенок. Что делать с недвижимостью, что делать с ребенком? И непонимание, типа, в стоп, растерянность какая-то. Мне понравилось, что вы либо слились куда-то, да, слился ты, или ты слилась, ушла, бросила все, бросила стабильность, и стал человек, ты как будто бы уходишь от ответственности. Уходишь и не хочешь вообще ничего, либо тут у нас замаячил на горизонте суд. В общем, человек был от вашего, как он считает, выхода из-за печки в шоке. Почему-то у некоторых вот этот лицемер как будто бы по здоровью мог пострадать. Вас может обвинять, типа, и до инфаркта, да, доводишь. Здесь как будто бы вы говорите о том, что ваши проблемы решайте сами. Вот обвиняют вас в том, что в нужный момент как будто бы вы ушли в сторону, не стали помогать, и, типа, вы ссылаетесь на то, что все по справедливости, да, и делаете сами. И человек как будто бы не знает, что делать, и не может найти выход, и в шоке от этого. Как поступить? Такое чувство, что он получил какую-то зависимость. Может быть, от него зависит ребенок, от него зависит какое-то мнение, решение, а он не понимает, что делать. Вот это лицемерие, да, для чего, чтобы что, с какой целью, что хочет добиться от вас. Что-то ерунда какая-то. Ну, а к вам-то что, вот, чтобы вы что осознали, да. Что-то ерунда какая-то. Хочет, чтобы вы осознали ценность семьи, вы осознали ценность любви. Что нельзя бросать тех, кому вы приручили. Что надо ценить семью, любовь, детей, близких. И если ты приручил, то внеси до конца. Жертвуй собой ради других. Ты должен жертвовать собой. Забудь про свои желания, мечты, счастье свое. Счастье твое – это семья, близкие, это любовь. И все вот это вот вокруг этого. Давай, вкладывайся. Чем больше вкладываешься, тем больше получишь отдачи. Нельзя ничего не давать, но что-то получить, да. Человек от вас этого ждет. Что-то преподаватель тут у нас какой-то решил вас научить. Что делать вам тогда с этим лицемером, да, как поступить. По итогу. По итогу. А вот обвиняет вас, да, какой-то, что вы чувствуете себя человеком справедливым, да. Что вы все по совести, по чести сделали, по справедливости. Вы должны, как бы, либо это обосновать, либо сменить вектор. Потому что, как раньше, вот это вот упрямство не работает сейчас. Надо как-то уйти от этого, сделать другой выход. Показать не то, что по суду, по справедливости, а именно потому, что вы человек, у которого есть свое мнение, да. Своё мнение, да, не надо ко мне лезть со своим уставом, со своей метлой. То есть вы здесь больше на себя показываете, да, что это мое решение, я не хочу. Мое представление о отношениях, о людях и как я к ним отношусь, любовь, семья, да. Это меня касается, это, как бы, я так живу. Просто здесь, как будто бы, как-то продемонстрировать это, что ли, то есть показать, что вы плохой человек. Бесполезно вас тут обучать. Показывают, что вы, возможно, узнаете тайну из-за этого лицемера. И об этом скажете, да, то, что я за тебя знаю. У кого-то здесь идет тайна, у кого-то здесь вскроется магия. Либо человек на вас магичит, да, и что-то вам мешает, и вы это вскрываете, и как-то понимаете, что человек на вас магически воздействует. То есть у кого-то здесь магия идет, а у кого-то вскроется какой-то секрет. И вы можете этим секретом сказать, дорогая или дорогой, а у тебя у самого нос в пушку, да, а ты сам на себя-то посмотри, как ты живешь и что ты делал в прошлом. Здесь решение обсудить это и макнуть башкой в этот самый навоз, да, показать. Ты на себя-то посмотри. Здесь момент, что все-таки какие-то деньги не дают покоя. Решить проблему с деньгами. У кого-то, может быть, это алименты, у кого-то это какая-то помощь. Может быть, подарки какие-то, да. Но здесь вся забавка зарыта, она в прошлом. В общем, вы расстанетесь вообще, у вас закончится всяческое общение, но человеку это не понравится. Он как будто бы, ну, мы расстались, но не так, как хотелось, вот, лицемеру, да, вот не нравится. Здесь карта, к сожалению, или к счастью, карта гроб. Она говорит, что все пустое, все, что могло быть, оно умерло. И здесь бесполезно человека убеждать, да, говорить что-то ему. То есть не переубедишь. Тут просто надо действовать самому, демонстрируясь, как вы, да, чувствуете, что есть ваше право на допущение своих ошибок. Карта гроб, она говорит сама за себя, то, что все, что было, оно уйдет и не вернется. Человек, к сожалению, будет долго об этом вспоминать и не сделать никаких выводов. Здесь почему-то на себя берет роль учителя. Как будто вас, его вам послали, сами ангелы, да, чтобы там научить чему-то. Но ошибается человек, либо плоско мыслит, либо слишком много на себя берет. Потому что бывают же люди, которые лучше, да, лучше знаем, как быть. Ну, вот такой у нас сегодня был расклад. Пишите, как у вас это проигралось и вообще проигралось ли, потому что было сложно мне читать, потому что очень много энергии шло. Ну и, конечно, от себя я желаю вам любви, мира и доброго.